Первый тур соревнований в рамках муниципального этапа игр школьной баскетбольной лиги КС Баскет состоялся в начале декабря. 17-го числа финальные игры. В городском этапе участвуют 9 команд, 5 команд девушек, лицея, гимназия, 5-я, 7-я, 14-я школы, 4 команды юношей и все те же, кроме 7-й. Выясняет на баскетбольной площадке, кто будет представлять Слободской на дивизиональном этапе. Среди лидеров постоянно находятся команды лицея, гимназии, как у девушек, так и у юношей. Но периодически у девушек, как говорится, выстреливает, более удачно выступает либо 5-я школа, либо 14-я. Баскетбол – игра командная, динамичная, зрелищная. По наблюдениям организаторов на муниципальном этапе болельщиков бывает немало. За своих спортсменов приходят болеть и родители, одноклассники, да и просто любители баскетбола. То есть это однозначно более доступно для детей и более интересно, так как выступают сверстники, пусть порой и без подготовки в спортивной школе, но тем не менее с желанием поиграть, с желанием проверить свои силы с другими соперниками. Поэтому на балконах вы видите достаточно много зрителей и они реагируют так активно, живут игрой. В зрелищности и играм порой добавляют эмоции тренера в этой игре. Например, тренер гимназии поддерживает своих. Лина, перед собой, перед собой идем, перед, вот и все, вот и все. Если с первых минут вникнуть в игру, определить для себя команду, за которую болеешь, можно в удовольствие провести час-другой времени. Это встреча между командами седьмой школы и гимназии. Кто-то занимается какой-нибудь борьбой, кто-то очень увлекается стрельбой, а кому-то ночью снится теннисный стол. Лично нас интересует только баскетбол. Баскетбол для маленьких и длинных, баскетбол для простых и для солидных, баскетбол, умение бросков, баскетбол. Можно менять музыку, определять для себя спортсмена, болеть за него, радоваться. Получается примерно следующее. После игры можно пообщаться с игроком и узнать, что если дерзкая, то только на спортивной площадке. А там уже не думаешь, там уже действуешь. И ситуация у нас многое проходит на тренировках. И бросковое, и наведение. Все делаем. А вот прогнозы, кто станет лидером, наша собеседница делать не стала. По итогам игр победителями среди команд девушек стали лицеистки среди команд юношей и баскетболисты гимназии. На втором месте команды юношей и девушек из пятой школы. На третьем команда юношей из лицея и команда девушек гимназии. Игры дивизионального этапа состоятся 27-28 декабря. Болельщики приглашаются.